Ты думаешь, история — это что-то там, про кого-то там, в древние времена? А ещё даты, сложные имена и карты? Нет! Это о том, как появился наш современный мир и почему он такой. Давай поговорим нескучно об истории. В конце 80-х годов 20-го столетия стало ясно, что при старом раскладе жизнь не улучшится, тем более сама собой. Приходилось срочно менять подход, давать людям новую надежду и перестраивать мышление соотечественников. Этим и занялись советские власти. Вы смотрите новый выпуск проекта «Нескучно об истории». И сегодня мы узнаем, куда ускорялась перестройка, как разоружались мощные сверхдержавы и что такое гласность. И да, я докажу вам, что история — это нескучно. Для начала давайте освежим наши знания и вспомним, кто был у руля до начала 80-х. Леонид Брежнев. Руководил Советским Союзом в 18 лет. В 1982 году он умер. Лидером Советского Союза стал 68-летний Юрий Андропов. Юрий Андропов. В прошлом председатель КГБ. Боролся с прогулами под лозунгом «Рабочее время – работе». Андропов считал, что первоначально надо побороть коррупцию, но никаких системных изменений и реформ проводить не собирался. Андропов к тому времени серьезно болел и в 1984 тоже умер. На его место встал 72-летний Константин Черненко, еще один политик в возрасте и с неважным здоровьем, а также без желания и возможностей управлять огромным государством. Пока Черненко был на посту, в партии начало усиливаться крыло за радикальные изменения в обществе. Его лидером стал сравнительно молодой тогда, всего-то 50 с копейками, Михаил Горбачев – второй человек у руля страны в те годы. Генсек Черненко умер в марте 1985 года. Спустя сутки на пленуме ЦК КПСС Горбачева выбрали новым лидером партии и государства. А все, что было до этого, называют эпохой застоя. Она продлилась два с небольшим десятилетия, начиная с Брежнева. Кризис нарастал, объемы производства падали, трудовой энтузиазм слабел. Теперь новое партийное руководство СССР задумалось, как из него, кризиса, выходить. Решили, что круто было бы, круто поменять экономическую и политическую систему страны. Увеличить национальный доход, улучшить благосостояние советских граждан. Вот отсюда и стартует перестройка, которую начал Михаил Сергеевич. Перестройкой называют политику Михаила Горбачева с 1985 по 1991 годы. Хотя официальным государственным курсом она стала только в 1987. Начать Горбачев решил с кадров. Их омоложение на всех уровнях, от центрального и до местного, назвали кадровой революцией. Ускорение. Экономический курс, провозглашенный Горбачевым 20 апреля 1985 года. Он был нацелен на модернизацию советской экономики и увеличение темпа прироста национального дохода. А вообще первый этап перестройки – это ускорение и интенсификация. Многие предприятия того времени были плохо оснащены техникой. Производительность труда была раза в три меньше, чем у капиталистов. Для страны с таким потенциалом – не Камильфо. Для начала решили модернизировать промышленность и бороться за трудовую дисциплину. Стали развивать машиностроение и внедрять на производство новую технику. Техника внедрялась. А вот с дисциплиной были проблемы. Антиалкогольная компания. Совокупность принятых советским руководством мер по снижению потребления алкоголя среди населения с 1985 года по 1987. Тогда Горбачев начал кампанию по борьбе с пьянством. Это был май 1985. Ведь дисциплинировать надо трезвого гражданина, а не пьяного. Затея должна была сократить потери на производстве и повысить надои. Для этого в Союзе стали выпускать на 10% меньше спиртных напитков в год. Но эффект от борьбы с алкоголизмом оказался отрицательным. В первую очередь в экономическом плане, но не только. По всей стране вырубили много виноградников. А народ не стал меньше пить. Он стал больше варить самогона и продавать его на черном рынке. Отчего зачастую гибли простые советские люди. Также эта антиалкогольная компания подорвала бюджет. И он недополучил десятки миллиардов рублей. Повышали не только количество, но и качество выпускаемой продукции. По крайней мере, пытались. На всех предприятиях страны появились госприемки. Госприемка. Это такая независимая от руководства предприятий система. Появилась в 1986 году. От лица государства она контролировала качество выпускаемой продукции. К ней давно было много нареканий. Но выбора особо не было. Товарный дефицит в стране. А работать, как мы помним, хоть и хотят, но без огонька. Поэтому проблема долго никак не решалась. На работников госприемки не распространялось понятие план. Работали в свое удовольствие. Но и это не помогло. Для некоторых свое удовольствие было настолько уж свободным понятием, что подходили они к своим обязанностям безответственно. Да и один контроль продукции улучшить не мог. Негативно на экономике СССР сказалось также падение мировых цен на нефть. Валютные доходы сократились. На машиностроение пошло меньше денег. А потом произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. На ликвидацию последствий аварии ушло обременительно много рублей. От идеи построения коммунизма пришлось отказаться. То есть мечта об идеальном обществе будущего, конечно, сохранялась где-то в сердцах товарищей, но реальный курс был взят на социализм с человеческим лицом. Для начала хотелось удобно жить. И власти обещали этого достичь. В 86-м на 27-м съезде КПСС приняли новую программу партии. К 2000-му году предполагалось обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой или домом. Как вы видите, желаемое ускорение у Горбачева не особо-то заладилось. Стало понятно, что одними административными мерами и правда многого не добьешься. Поэтому перестроечное правительство решило реформировать систему в духе демократического социализма. И тут начинается второй этап перестройки. Второй этап с 1987 по 1989 год считают ключевым для перестройки, потому что появилась гласность. Гласность – это политика максимальной открытости государственных учреждений и свободы информации. В средствах массовой информации смягчалась, но не уходила совсем, государственная цензура. Снимались запреты на обсуждение закрытых ранее тем. КПСС выдвигались лозунги «Больше гласности – больше социализма». «Гласность нам нужна, как воздух». Выросла популярность СМИ с различными точками зрения на политику государства. Московские новости, Огонек, Литературная газета, Аргументы и факты. Тиражи газет и журналов неуклонно росли, а 1989 год стал рекордным по количеству экземпляров периодических изданий. Еженедельник «Аргументы и факты» выходил тиражом в 30 миллионов экземпляров. Газета «Труд» – 20 миллионов. Газета «Правда» – 10 миллионов. Альтернативное видение многих важных вопросов стало звучать и с экранов телевидения. Новым словом на телевидении стали передачи в прямом эфире, телемосты, круглые столы, дискуссии в студии. Появились передачи «Взгляд» до и после полуночи – 600 секунд. Часто в информационных передачах обсуждали ранее замалчиваемые темы советского бюрократизма и политических репрессий. «Оттепель» или «Хрущевская оттепель» – так неофициально называли период в истории СССР после смерти Сталина. Он длился около 10 лет. «Политических заключенных освобождали», «ГУЛАГ» – ликвидировали, «Свобода слова развивалась». «ГУЛАГ» или «Главное управление лагерей» – это подразделение НКВД, МВД и Минюста СССР, которое руководило местами заключения с 1930 по 1959 год. Так вот, продолжился начатый во времена «оттепели» процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. Например, необоснованно осужденными признали революционеров Николая Бухарина, Льва Каменева, Григория Зиновьева и многих других. О них стали открыто говорить в СМИ. Также незаконными объявили репрессии крестьян в период коллективизации. Дошло до того, что потом, в 1990 году, приняли закон о печати и других СМИ. Он фактически отменил политическую цензуру. Действенным инструментом политических реформ стала 19-я Всесоюзная партийная конференция. Она прошла в конце июня 1988 года. Демократизация. С помощью этого слова власти хотели уйти от приевшейся демократии, но сохранить курс на внедрение власти народа во все сферы жизни. На той конференции приняли резолюции о демократизации советского общества и о неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической системы страны. Мудрено. В общем, консерваторы предлагали забрать власть у партии и практически полностью отдать ее советским органам, реформированным советам. Тогда же решили создать новый коллегиальный орган власти – Съезд народных депутатов СССР. Съезд народных депутатов СССР стал высшим органом государственной власти на заключительном этапе существования Советского Союза. В 1991 году его распустил президент СССР Михаил Горбачев. Итак, в ноябре 1988 в Конституцию СССР внесли изменения. Выбрать надо было 2250 народных депутатов Съезда. Из них 544 вошли в Верховный Совет, постоянно действующий законодательный орган власти. В депутаты можно было попасть не только через выборы, но и от общественных организаций. К такой организации была отнесена и КПСС. В законе был закреплен принцип альтернативных выборов. То есть избирали депутатов Советы только при наличии нескольких кандидатур. Таким образом, избиратели могли не допустить в органы власти тех КПССовцев, которые не представляли их интересы. Выборы прошли 26 марта 1989 года. Это были первые с 1917 года общенациональные конкурентные выборы. И народ тогда оторвался. Множество секретарей обкомов и горкомов КПСС выборы проиграли. Вместо них избрали беспартийных, но близких к народу. Первый съезд прошел на стыке весны и лета 1989 года. Тогда же особую популярность завоевали прямые трансляции заседаний. Зрители наблюдали за дискуссиями и могли сразу понять, что происходит и кто за что. Так, благодаря трансляциям, многие узнали о сторонниках демократических реформ, среди которых выделялся Борис Ельцин. Борис Ельцин – депутат, в будущем первый президент Российской Федерации. Отойдем немного от политики. Жизнь-то она везде. В Советском Союзе в конце 80-х появилось частное предпринимательство в виде кооперативов. Кооперация – это такая форма частного производства. Товарищи добровольно объединяются в кооперативы и совместно трудятся. Закон о кооперации приняли в 1988 году. Он уравнял кооперативный и государственный сектора экономики. Но как же уравнять, если не сделать кого-то ровнее? Вот кооперативам стало работать выгоднее. Они перечисляли государству только налоги, когда с предприятий брали еще и часть прибыли. Также в кооперативах можно было нанимать работников. А раз налоги государству меньше, то и зарплаты сотрудника можно платить больше. Все хорошо, но это ускорило инфляцию и усилило дефицит товаров. Менее чем за год полки в магазинах и склады опустили. Социально-экономическое положение в СССР резко обострилось. В стране нарастало забастовочное движение. При индивидуальной трудовой деятельности граждане могли производить товары и оказывать услуги, платные, конечно, без привязки к кооперативам, гос и другим предприятиям. Закон об индивидуальной трудовой деятельности издали в ноябре 1986-го. Теперь трудиться можно было на себя. Правда, только в свободное от основной работы время. Это был, по сути, старт малого и среднего бизнеса в стране, но буксующий из-за борьбы правительства с нетрудовыми доходами населения. Под этим лозунгом государство решило реформировать сельское хозяйство и с 1989 года объявило о перестройке всего аграрного сектора. Что это значит? Уравняли совхозы, колхозы, агрокомбинаты, кооперативы и крестьянские фермерские хозяйства. В международной политике тоже произошли изменения. Ведь к середине 80-х у СССР были сложные отношения с окружающим миром. Улучшение отношений с Западом и отказ от классового подхода к дипломатии и гонке вооружений назвали новым мышлением. Очень мировоззренческая концепция внешней политики. Ее создал Горбачев. В новом мышлении общечеловеческие ценности стояли выше идейных разногласий. В августе 85-го, в 40-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросима и Нагасаки, СССР ввел мораторий на испытания ядерного оружия. А другим странам предложил поддержать идею. Через год Горбачев предложил план постепенной ликвидации ядерного оружия. Он даже книгу написал «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира». Общечеловеческие ценности – это моральные нормы и идеи с конкретным смыслом, понятные в любой культуре, даже несмотря на то, что они не привязаны ко времени или месту. Главной идеей концепции стала мысль о невозможности ядерной войны, которая уничтожит все живое. Для Горбачева раскол мира на капиталистический и социалистический отходил на второй план по сравнению с общечеловеческими ценностями. Поэтому глобальные проблемы он призывал решать всем странам вместе. Это все новое мышление. Принципы нового мышления привели две сверхдержавы к остановке гонки вооружений. СССР и США начали разоружаться. Осенью 1985 года советский лидер встретился с американским в Женеве. На встрече они подписали декларацию о недопустимости ядерной войны. Но более важная их встреча прошла в столице Исландии, Рикьявике, в 1986. Там Горбачев впервые предложил Рейгану сократить ядерные арсеналы обеих стран наполовину. То есть уничтожить ракеты средней и малой дальности. Жаль, но соглашение так и не было достигнуто. Однако заявление Горбачева вызвало огромный резонанс на мировой арене. И это еще была не последняя встреча. Стартом разоружения можно считать третью. В Вашингтоне в декабре 1987 года. Тогда удалось договориться о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. То есть малой, но в том договоре именно так. В итоге уничтожили две с лишним тысячи ракет с четырьмя тысячами ядерных боеголовок. Правда, СССР пустил в утиль 1846 своих ракет, тогда как США ровно на тысячу меньше. Но ради улучшения отношений со странами Запада Горбачев согласился с такими уступками. В мае 1988 Рональд Рейган приехал в Москву и на Красной площади заявил, что не считает больше Советский Союз империей зла. Эти же договоренности смогли прекратить региональные конфликты. Так СССР и Афганистан стали договариваться о выводе войск из этой страны. 15 февраля 1988 Советы начали этот процесс и ровно через год последний советский солдат покинул Афганистан. Война была завершена. В ней СССР потерял убитыми и пропавшими без вести свыше 15 тысяч человек. Армию решили сократить. Не совсем. На 500 тысяч человек. Расходы на оборону тоже. На 14%. Также большинство советских войск должны были покинуть страны Восточной Европы плюс Монголию. А это улучшило отношения Советского Союза с Китаем. Но не сразу. Для пущего эффекта советское руководство убедило правительство Вьетнама вывести свои войска из Камбучии. Это государства на территории Камбоджи. Там они стояли после вторжения с целью ликвидации режима красных кхмеров. Красными кхмерами назывался коммунистический режим аграрного толка в Камбодже. Сами же кхмеры – это местная национальность. После того, как Камбучийский вопрос удалось решить, советское и китайское руководство смогло встретиться на высшем уровне. В мае-июне 1989 года Михаил Горбачев совершил поездку в Китай. Там обе стороны договорились возобновить переговоры о границе. Впоследствии границу Китай-СССР уточнили на всем ее протяжении. Она стала проходить по фарватеру пограничных рек, а по реке Амур могли свободно передвигаться все типы судов. В завершении всей политики разоружения Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились сократить стратегические наступательные вооружения. Это случилось 31 июля 1991 года в Москве. Теперь каждая сторона имела право только на 1600 пусковых устройств в наземных шахтах и на подлодках. Ядерные боезаряды ограничивались шестью тысячами. Советский Союз опять согласился уничтожить половину своих тяжелых баллистических ракет. Но американцы сказали, что свои оставят на подводных лодках. Итак, очередные уступки вовсе прекратили гонку вооружений между СССР и США. Но что мы все политики да политики. Ведь перестройка затрагивала не только это страшное понятие экономику, работу, но и свободную жизнь советского человека. Его творческие запросы и тягу к прекрасному. В эпохе гласности активно развиваться стал кинематограф. Появились новые жанры, режиссеры брались за новые темы. Элем Климов. Советский кинорежиссер и сценарист. В будущем народный артист России. В мае 1986 прошел съезд кинематографистов под руководством Элема Климова. На нем дискутировали о состоянии советского кино. Было решено начать показ с фильмов, ранее запрещенных цензурой. Тенгиз Абуладзе. Грузинский кинорежиссер, педагог, сценарист. Народный артист СССР. Снял семь художественных и пять документальных фильмов. Знаковым для перестроечного кино стал фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый еще в 1984 году. Психологическая драма-притча об абсолютном зле потрясла советское общество. В картине зло воплотилось в собирательном образе диктатора. Переосмыслить советское прошлое пытались в фильмах «Холодное лето 1953» режиссера Александра Прошкина, «Собачье сердце» Владимира Бортко. А фильмы «Асса» Сергея Соловьева, «Маленькая Вера» Василия Пичула, «Курьер» Карена Шахназарова без пафоса и прекрас рассказывали о жизни молодого поколения. Стали появляться фильмы с элементами трагикомедии, фантастики и антиутопии. Это я про киндзадза Георгия Данелия. Вымышленные слова из этой картины плотно вошли в разговорный язык и стали устойчивыми выражениями. Кууу! Доступными стали фильмы, ранее положенные на полку, то есть запрещенные к широкому прокату. Например, «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Агония» Элема Климова. Театральная жизнь также изменилась. В 1986 году на съезде Союза театральных деятелей сменили руководство. Новым председателем Союза театральных деятелей становится Михаил Шатров. Михаил Шатров — советский и российский драматург и сценарист. Фаина Раневская, намекая на его многочисленные пьесы о Ленине, говорила о нем, «Шатров — это крупское сегодня». Он ликвидировал цензуру в театральном искусстве. В театрах начали ставить спектакли по ранее запрещенным произведениям. Но кинематограф выигрывал конкуренцию театра, и подмостки не могли покрыть расходы. Народ полюбил сатириков. Известными стали Михаил Жванецкий и Геннадий Хазанов. Они иронизировали над советской повседневностью и высмеивали общественные недостатки. Музыкальное творчество в период гласности тоже было слегка своеобразно. Муслим Агамаев, Алла Пугачева, Лев Лещенко. В конце 1980-х появились ориентированные на молодежь группы «Мираж», «Ласковый май», «На-на». И они были, что называется, на волне. Оставался известным композитор и музыкант латвийского происхождения Раймонд Паулс. В 1990 году в СССР вернулся дирижер и велончелист Мстислав Ростропович, лишенный советского гражданства в эпоху застоя. Из подполья вышла рок-тусовка. «Аквариум», «ДДТ», «Машина времени», «Наутилус Помпилиус», «Ария», «Гражданская оборона». В СССР впервые прошли рок-фестивали с участием «Скорпионс», «Металлика», «Пинк Флойд». Чуть ли не самой популярной советской рок-группой была кино. И ее лидер Виктор Цой. Его песня «Хочу перемен» стала одним из символов перестройки. В повседневной жизни советских граждан эпохи перестройки появились и совершенно новые веяния. Рыночные механизмы вызвали всплеск рекламы. В лексику прочно вошли слова и фразочки Горбачева вроде «перестройка», «гласность» или «давайте определимся». Нормализовались отношения государства и православной церкви. Власти перестали на нее давить. Стали открываться новые приходы. Все больше стало желающих принять крещение. Тысячелетие крещения Руси в 1988 отмечали как государственный праздник. В 90-м потом примут закон о свободе совести и религиозных организациях. Он гарантировал право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. А также разрешал религиозным организациям участвовать в общественной жизни. Особую значимость православия в 1991 году подчеркнули новым государственным праздником – Рождеством Христовым. Православной церкви вернули многие святыни и монастыри. Но жизнь советских граждан тех лет нельзя назвать стабильной. К концу 80-х государство стало сокращать финансирование множества научных и оборонных программ. В итоге многие специалисты, инженеры и ученые остаются без работы и уходят в другие сферы. Уровень социальной защиты сократился. Это повлечет значительный спад рождаемости к началу 90-х. Многие советские граждане стали продавать выращенные на своих огородах продукты, чтобы хоть как-то прокормиться. В магазинах были гигантские очереди и пустые полки. Недовольные, а их было немало, критиковали власти и начинали поддерживать радикальных демократов. Те стремились к рыночной экономике. Требования перемен в обществе окончательно истребили веру в коммунистические идеалы. Это и стало одной из причин распада Советского Союза. Но погодите, впереди у нас еще третий этап перестройки. Руководство КПСС решило создать регулируемую рыночную экономику. В ней могли бы сочетаться и рынок, и пресловутый план. Концепцию перехода разработал экономист Леонид Абалкин. Шестую статью Конституции в итоге отменили. Это привело к возникновению множества политических партий и движений. Появились Либерально-демократическая партия во главе с Владимиром Жириновским, просто Демократическая партия Николая Травкина, Крестьянская партия. Популярность КПСС стремительно сокращалась. Многие из нее выходили. Горбачев, как мог, цеплялся за власть. На четвертом съезде народные депутаты предоставили президенту СССР новые полномочия. Теперь он мог руководить кабинетом министров. Тогда так называлось правительство. Но, как ни странно, увеличение полномочий Горбачева не добавило ему авторитета в обществе. В общем, как вы поняли, третий этап стал заключительным для перестройки, на которую возлагали так много надежд. Политическая обстановка резко накалилась. Первый съезд народных депутатов привел к открытым контрам коммунистов с новыми политическими группировками. На так называемом «параде суверенитетов» республики провозгласили свою независимость. Новый союзный договор должен был спасти и реформировать Советский Союз. По сути, он подразумевал переход к децентрализованному федеративному государству. 17 марта 1991 на общесоюзном референдуме за сохранение единства СССР высказалось около 77%. Тогда в голосовании участвовало 9 из 15 республик державы. В апреле подписание нового акта союзного договора перенесли на 20 августа. Обновленный союз должен был стать Федерацией равноправных суверенных советских социалистических республик. Из текста договора «Государства, образующие союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное устройство, систему органов власти и управления. Они могут делегировать часть своих полномочий другим государством-участникам договора». Августовским путчем называют события 19-21 августа 1991 года – государственный переворот. Главными задачами были попытки сохранить власть КПСС и не допустить создания союза суверенных государств. ГКЧП – Госкомитет по чрезвычайному положению, самопровозглашенный орган власти, должен был не допустить ликвидации СССР, но отстранить от власти президента Михаила Горбачева. За сутки до подписания акта в Москву вошли войска. Начался трехдневный августовский путч. Консервативные силы стремились остановить подписание договора и попытались совершить государственный переворот. Сопротивление ГКЧП возглавил Верховный Совет РСФСР во главе с будущим президентом России Борисом Ельциным. И им удалось победить. Крах ГКЧП во многом предопределил распад СССР. Что же получилось в итоге? Все начатые ранее перемены вышли из-под контроля властей. Экономика ушла в полнокризисной пике и к концу 1991-го СССР оказался на грани экономического коллапса. 90-е встретили советских граждан нищетой, безработицей и окончательно опустевшими полками в магазинах. Перестроечная эйфория сменилась разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настроениями. Люди активно эмигрировали за рубеж. Идея совершенствования социализма окончательно превратилась в построение рыночной экономики капиталистического типа. Но значимую роль в распаде Советского Союза сыграл Борис Ельцин. Впоследствии он стал президентом новой страны. А что было дальше, расскажу в следующих выпусках. И да, я же говорила, история — это не скучно. Субтитры создавал DimaTorzok